Так, это основы биржевой торговли, лекция номер 30. Сегодня бы я хотел поговорить про денежно-кредитную политику, затронуть ее основные функции, поговорить, что такое жесткая денежно-кредитная политика, что такое мягкая денежно-кредитная политика, затронуть, как это влияет на валютный рынок. И вообще я перед началом видео скажу вам, господа и дамы, такую вещь. Если вы новички в рынке, если вы, как говорится, пришли в рынок чисто заработать, не имея экономических знаний, до поры до времени будете здесь зарабатывать. То есть, если вы хотите вести независимую торговлю, вне зависимости от чьего-либо мнения, вам необходимо знать хотя бы базовые экономические моменты, которые я попытаюсь в этом видео затронуть. А именно то, что денежно-кредитная политика со стороны того же самого Центрального банка и прочих других центральных банков мира, потому что Центральный банк это, скажем так, банк сия банков в государстве, в отдельном взятом. Например, в Российской Федерации это Центральный банк Российской Федерации. Банк сия банков. И в чем суть? Денежно-кредитная политика, она влияет как на экономическую активность государства в целом, так и на кредитный рынок в том числе. Вот смотрите, есть два вида кредитной политики. Это жесткая денежно-кредитная политика, она же ДКП. И мягкая денежно-кредитная политика, она же ДКП. В чем суть? При жесткой денежно-кредитной политике ставки повышаются. И я чуть позже скажу почему. Я приведу жилицобетонные аргументы, которые необходимы вам, господа, тоже учесть, запомнить. Может быть вам полезна эта тема. А есть мягкая ДКП, которая включает в себя в том числе и нейтральную ДКП. То есть мягкая ДКП это снижение ключевой ставки и при этом автоматически это сохранение ключевой ставки на нынешних уровнях. Ну например сейчас ДКП составляет 4,25%. То есть ключевая ставка имеется. Не ДКП, а ключевая ставка. Ну вот такая денежно-кредитная политика получается. То есть в условиях текущего кризиса центральный банк пошел на смягчение денежно-кредитной политики. И я вам скажу почему именно это так и почему в 2014 году была совершенно другая ситуация, когда они ставку поднимали. Я это объясню. И непосредственно изменение ключевой ставки, оно влияет, повторяюсь, на как кредитную, так и экономическую активность в государстве, в стране. И позволяет достигать конечной денежно-кредитной политики в виде ценовой стабильности. То есть определенного таргета, то есть уровня цели по инфляции. Вот смотрите, многие люди, когда обучаются в вузах, когда и в школах обучают, их обучают по методичкам. Это большая проблема. Почему? Потому что в рынке имеется такое понятие, как рыночный механизм. Вот давайте теперь рассмотрим ситуацию на кризисах. 2014 год, когда был сырьевой кризис в мире, да? Когда нефть падала, газ падал, все падало, да? И экономика российская тоже попала под удар. И почему вот именно сейчас тоже сырьевой кризис был, коронавирусный кризис и другой вид, скажем так, к какому мы сейчас находимся. Ну, короче, рецессия, да? Рецессия. И почему именно, повторяюсь, СССР тогда ставку резко повышал, а сейчас резко понизил? Смотрите, в 2014 году, первое, резервы в государстве были намного меньше, чем они есть сейчас. Резерв ФНБ, то есть фонд национального благосостояния и золотовалютные резервы, это подушка безопасности для государства. В фонде национального благосостояния находятся как доллары, как евро, так и рубли, грубо говоря, да? В золотовалютных резервах это золото, то, что государство копило последние 6,5 лет, ну или даже 6 лет после предыдущего российского, точнее, предыдущего сырьевого кризиса, под какой попала Российская Федерация, потому что эта экономика у нас энергетическая. Почему был кризис сырьевой? Я, наверное, сделаю об этом отдельное обучающее видео про поведение кризисов. Я, честно говоря, не помню, делал ли я это видео или нет, но если я его не делал, я его сделаю обязательно. Там тоже есть нюансы, которые необходимо помнить. Хотя вроде делал, врать не буду, вроде, наверное, делал, но не суть. И вот в чем суть. Тогда Центральный банк ставку резко поднял. Вот смотрите, они поднимали ставку для того, чтобы поддержать российский рубль на плаву, который в тот момент времени, с 13 по 14 год, уже упал в два раза. Российский рубль. По-моему, с 30 рублей в моменте он ходил до 86 рублей. Но, вот важное есть но, точка отправления к 86 рублям была от уровня 78 рублей. И тут надо помнить другое, что Эльвира Сахибзадовна, она, в принципе, сделала верный ход. Она сделала правильную ставку. Я критиковать никого не буду. Я вам просто скажу, как по факту есть. Она сделала правильный ход. Резко подняла ключевую ставку. В моменте рубль резко укреплялся. В моменте. Но почему он потом ушел на 86? Господа и дамы, потому что сыграл рыночный механизм. Смотрите, когда огромное количество людей, то есть так называемая толпа трейдеров, сделает ставку на одно движение в рынке, либо лонговые они играют на повышение цены, либо шортовые на понижение цены, эту толпу, как правило, очень часто, не всегда, но очень часто ее выносят. Рынок идет против их позиций. Рынок их просто обнуляет. И тогда многие, причем трейдеры, делали ставку на то, что рубль будет укрепляться после повышения ключевой ставки. И смотрите, теоретически-то это верно все. Но надо помнить то, что теория это фундамент, а практика это уже пол, стены и крыша. И вот рыночный механизм тогда центральный банк не учел. И все люди, которые, скажем так, шортили валютную пару рубль-доллар, то есть играли на повышение укрепления, то есть рубля они играли. Ну и как, не играли, а скорее работали, скажем так. Все-таки на валютном рынке это не играет работа, зарабатывать деньги. Вот, и они играли на повышение ключевой ставки. Ой, на укрепление рубля за счет повышения ключевой ставки. То рынок пошел против них. То есть тогда пара рубль-доллара ушла на 8-6 рублей. И только когда вынесли всех шортистов, вот на этом уровне, 86 рублей за 1 единицу американского доллара, валютный рынок пошел вниз. Почему? А потому что потом уже получился приток иностранного капитала на российский рынок. То есть на российский долговой рынок, в рынок ОФЗ. Почему? Потому что облигации федерального займа давали примерно доходность 15-17% годовых. И вот в данной ситуации пришли доллары в российский рынок, на фоне чего потом рубль окреп до 55 рублей за 1 единицу доллара. Логику поняли, да? И вот смотрите, почему сейчас стоит совершенно иная. В текущий период времени ФНБ полон, золотовалютные резервы тоже полны. Денег в стране, подушки безопасности, хоть падай с 30-го этажа, ты не расшибешься. Ты на батут упадешь, и ты выживешь. И в данной парадигме времени Центральный банк, то есть Эльвира Сахебзада, начала ключевую ставку снижать в условиях текущего кризиса. И смотрите, почему. Почему? Потому что они хотели простимулировать кредитный рынок, чтобы тот же самый банковский сектор, кредитный сектор, они не пострадали в текущей рецессии сильно. И они в этой рецессии не пострадали. Я вам даже больше скажу, что Эльвира Сахебзада уже говорит, что пора сдувать рынок недвижимости. Он уже опузырен. И я с ней согласен. Потому что смотрите, что сейчас подталкивает к опузырению рынка недвижимости? Это мягкая денежно-кредитная политика, это снижение ставки до уровня 4.25. Далее, это государственная льготная ипотека, которую государство будет лоббировать до середины 2021 года, то есть до лета 2021 года. И вот смотрите, в чем прикол. Скоро, скоро, может быть конец 2021 года, может начало 2022 года, Центральный банк заговорит об ужесточении денежно-кредитной политики. И это будет ознаменовано тем, что надо, во-первых, сдувать ценник на рынке недвижимости, и чтобы он не лопнул, а плавно, как шар надувной, сдувать его. И у них это получится. И второе, второе, это необходимо путем повышения ключевой ставки привлекать иностранный капитал на российский долговой рынок. И у них, я думаю, это тоже получится, потому что те же самые иностранцы, когда они покупают государственные облигации той или иной страны, они покупают это все, только учитывая совокупность доходности и риска. Если доходность высокая, там, к примеру, 10% годовых дает облигации государственные, там, федерального займа, они в наш рынок прибегут. Сюда придут просто доллары. На фоне чего рубль будет укрепляться? Это рыночный механизм уже. То есть, еще раз, по металлически все правильно. Повышение ключевой ставки, укрепление рубля, понижение ключевой ставки, это ослабление рубля. Но на практике, господа, немножко по-другому все. И вот рыночный механизм надо учитывать всегда. Вот. И если вы данную ситуацию поймете, вот именно макроэкономическую ситуацию, о которой я вам сейчас говорю, будет проще работать именно в рынке. Потому что, если ее не понять, то практически будет сложно в рынке работать. Поэтому, господа, нужно ее понимать. И практиковать. Практиковать как? Можно на валютном рынке. Как? Да, легко. Если, допустим, центральный банк ставочку повышает, соответственно, рубль будет в моменте укрепляться. В моменте. Но тут надо смотреть еще соотношение шортовых и лонговых позиций в рубле. В паре рубль-доллар. Если там шортов больше, но тут есть риск того, что будет шортовый вынос опять. Такой риск есть? Да, господи, такой риск есть. И это, господа, не чушь. Это рыночный механизм. Далее. Процентная ставка. Ну и вообще процентная политика, то есть ДКП от банка российского, то есть СБР, она оказывает воздействие на макроэкономическую динамику. То есть отклик индекса промышленного производства именно на... Она, точнее... Короче, реагирует на экономическую активность, повторяюсь. Вот. Это надо помнить. Вот. Но есть нюанс того, то что экспортные секторы, они не столь чувствительны к ключевой ставке Банка России. В то время как внутренние экономические, внутриэкономические, проциклические виды экономической деятельности, ну, к примеру, строительство там, либо что-то еще, они подвержены изменению ключевой ставки. И смягчение процентной политики, да, оно оказывает стимулирующее воздействие на деловую активность внутри страны. И само влияние решения по ключевой ставке, скажем так, оно не является зеркалированным. То есть на ужесточение политики макроэкономическая динамика, она реагирует сильнее, чем на ее смягчение. Ну, вот, например, Центральный банк США приведем, да, ФРС. Когда повышают ключевую ставку они, американский рынок идет вниз. Снижает ключевую ставку, американский рынок идет вверх. То есть реакция рынка, но американский сектор, он наиболее глобальный. Там торгует весь мир, потому что если в нашем рынке ставку снижают, либо ставку повышают, наш рынок, он особо никак не реагирует на это. Валютный рынок, да, в моменте реагирует, но не фондовый рынок. У нас торгуют только европейцы, российские спекулянты, да, ну и частично американцы. Частично американцы. Так что данный фактор тоже необходимо понимать. И подводя итог, здесь стоило бы учесть одну важную деталь, что, к примеру, сейчас смягчение ДКП в российском экономическом сегменте, оно вызывает умеренный рост, раздув, то есть пузыря на том же самом рынке недвижимости. Поэтому, учитывая то, что еще и иностранцы из нашего рынка постепенно выходят, из долгового рынка российского, то есть они продают ОФЗ, и с каждым, по сути, месяцем их становится в рынке все меньше, меньше и меньше, то в будущем центральный банк будет ставочку с высокой долей вероятности повышать, с их привлечением и дальнейшим сдуванием пузыря в рынке недвижимости. А там, в прямом смысле, пузырь надут. Поэтому картина, в принципе, такая. Поэтому и реальная ставка, она определяется именно экономической структурой того государства, с которым вы рассматриваете. Уровнем, в том числе, рисков инвестиций, финансовые и нефинансовые активы, и в том числе, готовность экономических структур, скажем так, принимать определенный ущерб на себя, в том числе. И, в частности, на, к примеру, нейтральную ставку влияет общесовокупная производительность, то есть, что у нас там еще производительность, демографические условия, определенные состояния финансового сектора. ну и пока вроде все, да, вроде все перечислил. Вот. И нейтральная ставка, она является, скажем так, ненаблюдаемой величиной, и ее оценки, и, как правило, она в большинстве случаев задается по области значению, а не по конкретной точке, то есть, в диапазоне. Ну, например, диапазон 4, дефис 4,25%. Надеюсь, объясняю я понятно. Далее оценка нейтральной ставки, она важна центральному банку для определения направления денежекредитной политики. Устанавливая ключевую ставку выше нейтрального уровня, банк, центральный банк, то есть, проводит уже жесткую политику, начинает ее проводить. Но при ставке ниже нейтрального уровня его политика остается стимулирующей. И оценка нейтральной ключевой ставки, она важна для экономических, скажем так, агентов в виде домохозяй, хозяйств, финансовых организаций, фирмы и прочего для, скажем так, принятия потребительских и инвестиционных решений в свою очередь. Поэтому то, о чем я сейчас сказал, можно, скажем так, записать куда-нибудь и в дальнейшем уже отталкиваться от того материала, который я в этом видео преподнес. Потому что, так или иначе, данный экономический момент необходимо учитывать. Потому что, если вы нависпеченный трейдер, вам просто необходимо вникать в экономическую политику, то есть в макроэкономику, в микроэкономику, в рыночные механизмы и прочее. Потому что это необходимость, которую важно учитывать. И если досконально к этому вопросу подойти, то у вас получится, к примеру, спекулировать на валютном рынке, на товарном рынке, на фондовом рынке. То есть, опять же, под совокупности определенных событий. Ну и, в принципе, у меня на этом все. У нас имеется телеграм-канал Биржевик. Вот он всплывает. Вконтакт-группа Биржевик. Телеграм-канал Биржевик Облигация. И телеграм-канал Биржевик Банки. На эти четыре ресурса можете подписаться и быть в курсе всех событий про рынок облигаций, банковский рынок, фондовый, валютный, товарный. И прочие финансовые моменты можете узнавать непосредственно из наших медиаресурсов, информация из которых попадает на YouTube чуть позже. Помните, что мы все, господа, обречены на прибыль, деньги не пахнут, но лишь время и грамотные стратегии наши главные союзники. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.